ждем иркутск ясно добрый день что евгений напомните пожалуйста с чего мы начинаем где мы закончим у нас было седьмое занятие седьмое занятие значит у нас домашнее здание по седьмому занятию да ну отлично дима всего с первого вслух читает мне чтобы я понимал где он сделал санхи и можно с тройной скоростью и вам оставить и да и вам восклить и правильно почему а почему вы потому что у переды переходит разно разнородный голос разнородные голосные экаиком да почему потому что там а плюс е да двумя словами это какой санхи у нас это кажется наоборот то есть как бы у нас есть самые гласные бывают разнородные однородные гласные ты ног там ты ног там да да а плюс у то есть это у нас а плюс разнородные гласные такой санхи да получается сплошное сливание ну да тут только одна санха потом просто меняется потому что гласные перецогласные да 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 эфиры тропатчо счет пачи 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 да пачи этапи да хорошо справился с задачей давай тогда дальше второй слова перевод Тушта. Радостная и довольная. Тушта. Тушта. Радостная и довольная. АСМИ. Ну, я перевёл ты как существую. Я есть, да. Я есть. АСМИ. Ну, это имя собственное. Из чего состоит? Из каких слов? Это, ну, появится как господин коней. АСМИ. АСМИ. Звательная форма. Как мы будем звательную форму переводить в русском языке? Ну, тоже Ашвапати. Тоже Ашвапати, без дополнительных слов? Чтобы указать звательную форму, принято добавлять. Если уважительно обращаешься, то О. Ашвапати. А если пренебрежительно, то Эй. Эй, Ашвапати. Дай мне коня. А лучше два. Варс. Это, так. Там два варианта. Покрывать, скрывать, прятать. Закрывать. Скрывать, прятать, да. И. Нас это интересует. Там есть амонимы. Нас интересует имя. Варноми. Я перевёл это как закрываю. Закрываю, а я не. Ну, вообще, я просто вар почему-то взял выбирать, и поэтому здесь у меня получается выбирают. Да, я выбираю. Здесь я выбираю. Евгений. А, закрываю, выбираю. Правильно, перевёл. Варнишва. Варнишва. Вадим. А, о, я это пропустил, что ли, слово. Варнишва. Хорошо, может, ты перевёл вар Аясья. Варнишва, ну, это будет... Там написано имп. То есть, это что за... Это выбери. Это императив. В смысле... Выбирай. Выбирай, да? Угу. Евгений согласен? Угу. Хорошо, дальше. Вараясва. Это варнишва и вараятия, это одно и то же, Дим. А, да? Понятно. Саа. Ну, я понял, что это... Она женского рода, то есть, слово на А, долгу, на Е, долгу, слова женского рода. Она. Это. Угу. Та. Та. Это она. Обравить. Обравить. Это... Ну, он или она сказала. Сказала. А, нет, это говори. Прошедшее время. Говорил. Имперфект. Имперфект это прошедшее время. Одно из первых прошедших. А, ну, мне так написано сказали. Утиштха. Я так перевел, что это встань. Да, хорошо, перевели. Кришьями. Кришьями. Это сделаю. Эвам. Так, таким образом. Ятха. Это как подобно. Какое с ятхой бывает попарное слово? Ятха-татха. 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 И пси там. Желаем и угодно. Хорошо. Хорошо. Значит, Евгений, тогда вы третье. Перевод слов. Перевод слов. Да. По три. Вача на, вачу вача. То есть до точки запятой, а потом переводите. Хорошо. Вача на, рич. Вача говорит. У вача сказал. Да. Этад, этан. Этад. Это, это. А, этан. Это. Винитин. То есть, того. Ну да. Того. Записали? Есть у вас? Да. Я вот у меня тоже, у меня вот все там проблемы. Я ничего-то, либо не нашел, либо не понял. А что ты думаешь, во всех словарях есть все склонения всех слов? Нет, это, это уже не словарь, это будет. Ну, это по аналогии, что это, вентильный поддержит этад, потому что, наверное, заканчивается. Ты смотришь на М, и чуешь, что там неладное, да. Ну, я просто, что-то, тогда я это не понял. Хорошо, что ты помучился, Дим. Ты в правильном месте мучился, это уже хорошо. Поэтому я вижу, ты прилагал усилие или нет. Если ты здесь мучился, значит, ты правильно понял, здесь надо было мучиться. Здесь не очевидно, здесь не дано. И негде посмотреть. Вара, дар, выбор. Варам. Это то же самое, но опять вот туда пили. А не дар ли это? Варам? Нет, варам это лучшие вообще-то. Вара лучше отборные или дар выбор? Вара это дар, а варам это лучшие. Опять же, и то, и другое на самом деле дар, просто одно ввинительное поддержание, а другое основа. Ну да, я так и сказал. Да, да. Вар просто это выбирать тогда. Так, глагольные корни вар. Варнинство, ты выбирай. И то самое, варая. А в рноме, это я... Вараяс, это ты хотел сказать, Дим. Это Евгений. Варяс. Ну да, да, это у меня просто в моем отборнике, да, варая. Так там же написано трюки или у тебя не написано? Нет. Потому что в моем, у меня в 2001 года, там просто варая, трюки написано сва. Ну да, у меня, у меня не дописано. А. Вараяс, значит. И, ну, все равно это ты выбирай опять. А в рноме, это я выбираю. Так, подожди, где-то осит. Здесь нет осита. Нет? А, извини. Вру, извини. Да, нормально все. Осит, был, жил-был. А сми, это я есть. Вру, говорить. Вот у меня написано бравит, без А. А там должно быть Абравит. Я вот догадался об этом. Да, хорошо, что догадался. Ну, я так, ну, смотри, это вот имперфект, да, или так. Да, имперфект, да. В имперфекте добавляется А плюс вторичные личные окончания. То есть это А в начале глагола, оно намекает на имперфект. Ашлопатия, ашлопатия. Это ашлопатия и о ашлопатия. Ватя, ватя. Угу. Да, это она. Пушта. Радостная, довольная. Стар, сделать. Корышьями я делаю. Дарш, видеть. Корышьями я делаю? Сделаю, в будущем я... Сделай, да, я не расслышал. Дарш, это видеть глагол. По счете, это он видит. Да. У него основа настоящего времени, у этого глагола нестандарт. Ну, да, это необычное. Утха. Тавай слагол какой-то. Это от какого глагального корня, Дим? Утха, это стха... Это стха плюс какая приставка? Так. Какой там санхи случилось? Евгений. Видимо, У. А, Д. Д. Почему получилось Т? В общем, у глагола С, стха, С перед приставками определенными отваливается, остается Т. И получается Т плюс Д. Д плюс Т, точнее, дает ТТ. То есть оно не влияет друг на друга. Значит, где смотрим приставки? Открываем комплект заезняка. И мотаем на 14-ю страницу внизу. Превербы. Да, есть. Что означает Ут, согласно звездняку? Вверх наружу. Равно что В. В. То есть взойти. Выкатиться. Нашел один? Советую, опять же, обращаться к этому списку. С помощью привербов образовывается чуть ли не половина всех санскритских слов. Поэтому из этих глагольных корней, которых часто употребляемых всего штук 400, к каждому из них по 20 привербов, и что получается? 8000 форм разных. Да? И значения часто не очевидны. Но все же надо знать, и постоянно будете возвращаться. Имейте в виду, что здесь хорошо объяснено, емко, но достаточно подробно. Для вас достаточно. Так, хорошо, Утха, поехали дальше. Утхи встань. Это, опять же, по-говоротному, ты вставай. Встань. Вставай, да. Да, встань. И встань. Желаю, но угодно. Хорошо. Значит, начинает переводить Евгений, подхватит Дима. Я довольна. Да, я довольна. Варам. Варам. Встань. 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 Там однородная. А, длинная, плюс А, короткая. Да, краская, гласная на стыке. Да, да, и получается просто одна А долгая. Да. Варам. Варам. Варно. Нет, варни. Варам. Варни. Варам. Варни. 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 — Какой санхи там была? — Ну там, перед согласной М перешла в анусвару, потом слияние однородных А, ну и всё, да. — Какие санхи? — Ну, слитное написание, почему? — Слитное написание, потому что М в последующей гласной. — Гласная или не согласная? Из-за чего? — После М там гласная, поэтому просто слитное. — Дальше. — Другая М перед согласной опять в анусвару переходит. — Дальше. — И перед неоднородной гласной… — Да, этого достаточно. Как перевели? — Так. — Начинаем с глагола, точнее, начинаем с ахом, потом глагол, потом этом ахом варноми, этом варом. Вот такую последовательность переводим. — Я выбираю этот дар. — Евгений, пятёрка с плюсом, да. — Спасибо. — Какой санхи? — Опять «и» перед неоднородной гласной. — Опять «и» перед неоднородной гласной, да. — Какой санхи? — Однородная «а». — На стеке слов. — Поскольку там вот этот самый интерфейс, и получается «она говорила». — Да, «она говорила». — Так, я продолжаю, да? — Да. А, ну пусть будет здесь всё. Дима дальше. — Уттиштхо, уттиштхо. — Тут «а» перед «у», получается «о». — Да. И переводите, перевели как... — Так, а я это вот не перевёл, но это, наверное, будет... — Повтор. Какое имеет значение в санскрите? — Усиление. — Встань два раза. — Да? — Вставай, вставай! — Угу. — Вы когда кровати детской подходите... — Одного же вставай, недостаточно? — Надо же повторить? — Хотя у Димы, наверное, такой проблемы нет. — У него вставай уже без того, как он... — Он бы ещё хотел полежи, а уже вставай. — Угу. — Вставай, вставай, да? — Дальше. — Корешями, тадевом. — Угу. — Тут «и» перед «е», получается «я», и «д» перед «согласный», «перегласный». — Сделаю это так. — Я сделаю это так, да. — Так. — Варам, Вараясва, Ятхепситам. — Это «ядха» и «эпситам». — Значит, начинаем. — Вараясва, Варам, Ятха и «эпситам». — Так. — Вараясва. — Выбирай «идар». — Выбери «идар». — Как угодно. — Какой пожелаешь, да? — Какой пожелаешь. — Дим, отлично. — Я просто это не перевёл, потому что у меня вот с этими словами с «эпситам» была проблема. — С «эпситам», да? — Да я сделал это как-то вечером, у меня мозг не соображал. — Понятно. — Ничего страшного, Дим, отлично. — Сейчас смотрю, что я где-то слово пропустил, где-то в одном месте его перевёл. — Нет, димати, нет, ты всё равно отлично сделал задание. Я горжусь тобой. Я думал, будешь с вами отставать, но ты взял и нормально сделал. Всё, отлично. — Да. — Ну что, мы начинаем тему, которой нет конца. Глагол — это единственная часть речи, которая не описана в академической грамматике санскрита. Все остальные тама уже вы, а глагол никто писать не собирается, потому что это нереально его описать. — Из одной глагольной формы… Дим, как ты думаешь, сколько можно образовать разных форм? Из одного глагольного коржа? — Форм глагола или… — Форм глагола, да, разных. — Ну там, если сколько лиц плюс наклонения… — Значит, три. Три времена. — Помножить на времена, помножить на наклонения. — Сколько? — Три на три на три… — И разные наклонения, и разные, значит, первичные словообразования, вторичные словообразования, то есть… — Там под сотню будет, наверное. — Под сотню. — Евгений. Ваши ставки? — Ну, если только одни падежи рассмотреть, там, восемь… — Как падежи нас сейчас не касается, мы сейчас касаемся спряжения. Спряжениях падежей нет, тут есть свои приколы, но падежи нас сейчас еще пока не касаются. — Хорошо, ну… — Ну, наверное, больше. — Ну, хорошо, цифра. — Двести. — Двести. — Господа, я должен вас разочаровать. — В несколько раз больше. — Не меньше шести ста семидесяти. — В общем, глагол — вещь неприятная. — От того, что вы знаете корень, еще ничего не значит, потому что вы его не узнаете в тексте. — С ним случается удвоение и прочие неприятности. — Хоть и говорят, что сэнскрит прозрачный, в нем морфология как бы лезет, в общем, сама напрашивается, все понятно, где граница. Но с глаголом ничего не понятно, на самом деле. И приходит, придется мучиться. — А кто это говорит? — Кто говорит, что прозрачно? — Барро, например. — Барро — одна из тех книг, которые я хочу в этом году переиздать. Говорит, что морфология сэнскрита прозрачна. Поэтому им потребовалось всего лишь 400 страниц, чтобы слегка осветить ее. Эту прозрачность, так сказать. — Понятно. — Итак, глагол. Мы для описания санскритских разных явлений, получается, используем русскую терминологию грамматическую, санскритскую и латинскую. То есть помесь. Помесь. В Индии, если вы приедете и скажете первичные и личные окончания, люди подумают, что с вами что-то не то. Они скажут вибхакти. А когда они скажут вибхакти, вы не будете понимать, что они от вас хотят. Когда в 2004 году я приехал в Варанасе, со мной случилось ровно так. Думают, что за вибхакти? Что им надо? Что это такое? А это просто параллельно два терминологических мира, которые пересекаются только когда нам выгодно. Нам выгодно взять какой-то термин из санскритского. А все остальные латинские. Или уже обрусевшие или еще не до конца. Поэтому, когда вы будете подписывать впредь слова, в частности глаголы, что мы делаем? Мы сначала пишем строчку Devonagari, потом пропускаем место, чтобы было одну полоску квадратиков, опускаем. Потом пишем транслит. И под этим транслитом вы будете подписывать разные аббревиатуры. То есть Singularis, Dualis, Dualis. Какое лицо? То есть вы не будете писать там единственное число, множественное число. Мы не будем писать аббревиатуры. И вот, собственно, вот эти латинские аббревиатуры, они чем и удобны, и хороши. Итак, в санскритском глаголе есть три числа. Singularis, Dualis, Pluralis. Открываем старую кочергину, 44-я страница. Новая кочергина, 45-я. И куда мы смотрим? Смотрим в нижний абзац. Singularis, Dualis, Pluralis. Сокращаем, значит, их сг, ду, ту, то. То есть вот глагол. И вот три числа. Сг, сг, ду, то. Как в каждом нормальном древнем языке есть двойственное число. Мы вдвоём. Мы в ближайшее время и до этого всё время существовали в презенте. То есть время, которое мы рассматривали, было презент. То есть настоящее время. Вот. И его сейчас я запишу на доске. Что такое, что такое, значит, это самый презент. Времена бывают разные. Их. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть времён. Мы будем рассматривать шесть времён. Презент – это первое. Это то, что, собственно, мы до этого времени рассматриваем. Настоящее время. Если вы хотите осмотреть, как пишется латинский термин, вы открываете в кочергине шестнадцатую страницу. Дим. И увидите полный список латинских терминов. В том числе и, 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 и пр. Презент. Настоящее время. Видите? Есть контакт? Ну, вот. Настоящее время. Кроме настоящего времени, значит, смотрим в кочергине на следующей странице в новом учебнике. Не на сорок пятую, а на сорок шестую. Верхний абзац. Дима, прочитай, пожалуйста. Категория времени включает следующие формы, для обозначения которых здесь и далее будем применять латинские названия. Present. Imperfectum. Perfectum. Futurum. Teoricum. Итак, presence – это настоящее время. То, что мы рассматриваем. Значит, в дальнейшем мы будем рассматривать три прошедших времени. Пишем три прошедших. Imperfectum – это несовершенный вид. Perfectum – это несовершенный вид. Значит, Perfectum – это несовершенный вид. Аурус. Аурус будем рассматривать в дальнейшем. Сейчас нам важно не знать, что это одно из прошедших времен. Будущих два. Значит, два будущих, которые сокращенно пишутся. Futurum. 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 Он называется также « простой будущее». Futurum. 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 는데е. Cool. есть да и так это что касается времен что мы рассматриваем сейчас именно presence то есть настоящее время санскрите 2 4 наклонения первое наклонение это изъявительная или евгений термин знает сейчас пример запишем сначала для изъявительного я иду в город это изъявительное наклонение я иду в город желательно и наклонение и оптативус они все должны быть в начале сейчас я посмотрю в начале кичергины оптативус да есть оптативус индикативус есть да все есть хорошо следует делать желательное наклонение пример употребления следует делать следует чистить зубы по утрам и тот кто выпит молоко вечером умрет молодым поэтому этого не не следует делать поперчительное наклонение или императивус какой у нас был уже пример из этих в упражнениях домашними заданиями выбери себе в дар выборе себе дар да так точно что он он у нас вода часто заканчивается но вопрос тут не то что сейчас она просто его суффикс сва который может подвергаться санхи становиться шва на общем то да это было третье наклонение четвертое сослагательное наклонение или кондиционалис нереальное действие в будущем нереальное действие в будущем с с с с логари а слегка нереально с с с с с с с с с Как и в каждом порядочном древнем языке, в санскрите есть несколько залогов. То есть можно печь блины для себя, а можно печь для соседа. И все это выражается в глагольных окончаниях. То есть почему мы начинаем переводить с глагола? Потому что понятно кто кого. Но иногда непонятно, но предполагается, что понятно. Кто кого и сколько. И все это мы читаем из глагольного окончания. Поэтому мы сперва выискиваем в тексте глагол. И есть надежда, что он в конце. Поэтому начинаем с конца. Итак, залог. Здесь в основном используется как раз санскритская терминология. В латинской терминологии это будет активный. Активный. Называемый парасмайпедой. Спасибо. Парасмайпеда. Она обозначается как заглавная буква файс точкой. То есть вы когда будете под словами подписывать, будете подписывать просто скажем. Сг. Сг. П. И там какое-то лицо. Не будете писать парасмайпеда. Это означает, я делаю работу. Например, пример. Я делаю работу. В скобках. Действие вовне. Действие вовне. То есть не для себя делаю работу. Это активный, значит, залог или парасмайпеда. И средний залог или атманепада. А заглавная с точкой. В индийских изданиях может быть просто А заглавная без долготы. Но это лишь потому, что они не умеют пользоваться диакритикой, но никакого тайного умысла там нет. Значит, я улыбаюсь, в скобках, в своих интересах. Помимо этого, есть общий залог, называемый упхапаеда. Упха-я-пада, точнее. Упха-я-пада. Пада, что означает? Стопа, да. Нога, стопа. Стопа. А упхая? Упха, да. От упха оба. Оба. Это такие, которые могут быть и атманепадами, и парасмайпадами. То есть на выбор. Есть глаголы, которые могут быть только в парасмайпаде. Корни. Есть те, которые только в атманепаде. А есть те, которые могут быть и так, и так. Которые могут быть и так, и так. Это упхапаедин. Ну, например, вот глагол патч. Глагольный корень патч. Готовить еду. Однокорневой с русским печь. Патч-ати. Если вы посмотрите на первичные личные окончания, вы увидите, что третье лицо сингулярис окончания ти. Патч-ати. Парасмайпад. Значит, он не себе готовит, а кому-то другому готовит еду. А если он себе готовит еду, то патч-ати. Готовит пищу себе. А если и тема, тема себе и другим? Одновременно две пищи не получится приготовить. Тогда скорее Парасмайпада. Ну и сам, кто есть, и других кормить. Помимо этого, есть четвертый залог. Четвертый залог или пассивный. Называемый пассивом. В латыни это «меня умывают». «Меня умывают». Пассивных конструкций в санскрите очень много. Спасибо или спасибо, меня умывают. Спасибо. Кто обозначается? Пассив обычно как обозначается? Посмотрим, что нам говорит Кочегина, как его обычно нам обозначать. Обычно просто П, маленькая буквка П, да. Если большая это парасмайпа, то маленькая это пассива. Страдательный залог. А это может, типа, как... Причастие, это будет... Причастие, это будет... Причастие, это будет... Да, я умыт. Я есть умываемый. Это близко, но... Да. Там для этого есть отдельная конструкция, типа, как для причастий. Потому что тоже есть страдательные причастия. Вот. Для того, чтобы из глагольного корня получить глагол, нужно сначала получить основу настоящего времени. Вот мы сейчас... Все, что мы обсуждаем, это презенция. Для презенция, для настоящего времени, нужно получить основу настоящего времени, который сокращается как О-Н-В. Если есть разные хитрые санскритские аббревиатуры, латинские аббревиатуры, то для основы настоящего времени мы используем русскую аббревиатуру. О-Н-В. Так вот, чтобы получить глагол, который встречается в тексте, например, Джанах Пачати. Вот пример из Кочергине. Джанах Пачати. Пачати. Это же глагол, это уже не глагольный корень. Какой глагольный корень, Дим? Пачати. Так вот, чтобы получить основу настоящего времени, надо добавить называемый тематическим суффикс А. Корень плюс А это основа настоящего времени. Пача. К этой основе настоящего времени мы добавляем первичные личные окончания. И получается полноценный глагол. Ну вот, я кинул, собственно, в группу ВКонтакте пример с глаголом ГАМ. Есть глагол ГАМ. У него основа настоящего времени слегка нестандартная, но, в принципе, он частотный глагол, поэтому нет проблем это запомнить. От ГАМ. ГАЧА. Основа настоящего времени. Итак, Евгений, зачитайте нам, пожалуйста, Парасмайпаду. Это все Парасмайпада. Что у нас получается? Санскрит и перевод. Первое лицо сингулярия, значит, ГАЧАМИ. ГАЧАМИ. Я иду. ГАЧАМИ. Ты идешь. ГАЧАМИ. Он, она идет. ГАЧАМА. Мы вдвое идем. Мы вдвоем. ГАЧАМА. Вы вдвоем идете. Вы вдвоем идете. ГАЧАМА. Они вдвоем идут. ГАЧАМА. Мы идем. ГАЧАМА. Вы идете. Эту. ГАЧАМИ. Они идут. Таблицу можете заучивать наизусть. Она будет встречаться сотни тысяч раз, поэтому советую выучить наизусть. Можете вот на примере глаголога. Перепишите себе это в тетрадь потом. И повторяйте. Можете писать. Может быть, вам будет проще после первых ста раз запомнить. Может, наизусть. Смотрите, как вам удобно. Это краеугольные. Одна из, скажем, десяти краеугольных таблиц. Есть первичные личные окончания. Есть вторичные личные окончания. Если первичные, запомните, уже будет легче со вторичными. Итак, на доске я написал формулу образования. Формулу образования форм настоящего времени. Чтобы получить глагол, мы берем ОНВ, то есть основу настоящего времени. Плюс добавляем первичные окончания, которые я вставлю в рамочку, чтобы было... И вот такими вот формулами будем записывать разные глагольные особенности. ОНВ плюс первичные личные окончания. И записываем. В первом лице всех чисел настоящего времени конечная А основы будет долгой. Конечная А основа всегда будет долгой. Что еще интереснее? Вот заканчивается у нас основа настоящего времени на А. Плюс окончание, например, Итхе. Что у нас, Евгений, получится здесь? Из этой встречи? Будет Айт, Айтхе? Пачайтхе? А? Е, да. То есть произойдет Санхе. И Е будет. То есть учитываем, что хотя в таблице и написано И, но основа-то оканчивается на А, поэтому здесь по факту будет что? Э долгое, да. Будет Пачетхе. Э, Э. Произойдет Санхе. Вот, значит, и вот, собственно, Дим, тогда, Дим, зачитай из 46-й страницы образцы спряжения. Значит, есть корень ЛИК, ПИСА, от него основа в настоящее время путем добавления классной А. Включилась ЛИКХА. Угу. ЛИКХА-МИ. ЛИКХА-СИ. ЛИКХА-ТИ. ЛИКХА-ВАС. ЛИКХА-ТАС. ЛИКХА-ТАС. ЛИКХА-МАС. ЛИКХА-ТАС. Здесь, получается, кто у нас удлинился, Евгений? Ну, а то... В первом лице всех чисел в настоящее время и конечная А снова будет долгая. Дим, понятно, почему А, а не АМИ, ЛИКХА-МИ? Не ЛИКХА-МИ, а ЛИКХА-МИ. Да? У-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ-ЛИ-НЯ. На АТМА-НЕ, буду зачитать Евгений. ШИКШ, да, учиться. Тут на примере ШИКШ. ШИКШЕ. ШИКШАТЕ. ШИКШАТЕ. ШИКТАВА-ХЕ. ШИКШЕТХЕ. ШИКШАТЕ. ШИКСАНА-ХЕ. ШИКШАТЕ. Да, получается, мы что здесь имеем? Примеры САНХЕ, да? То есть ШИКШЕ, ШИКШЕТХЕ, ШИКШЕТЕ. Хотя в таблице было написано ИТХЕ ИТЕ, да? От чего зависит АТЕ или ИТЕ? Не понял. Там, как бы, два варианта дается в ЭТМА-НЕ, в ЭТМА-НЕ, в ЭТМА-НЕ, в ЭТМА-НЕ, в ЭТМА-НЕ. Не пойму, где там два варианта. АТСЕ или ИТСЕ? У меня тоже один, что в старом учебнике, что в новом, я смотрю. У меня один. Да, правда? У меня вот таблица первичных личных окончаний от МАНЕПА-ДА. И там, например, второе лицо, двойственное число. Там идет АТСЕ и через дробь ИТСЕ. Два варианта. Понял, ну честно, я не готов сейчас так сходу сказать. Просто дело в том, что эту одну и ту же информацию можно по-разному записать. Можно сразу выдать вообще вам сразу санхи уже готовую. В этой таблице можно было написать просто Е окончание, вместо И. Зачем вам знать, что там было, ну, что там, то есть можно сразу, одно и то же можно по-разному записать на самом деле. Ну да. Да, только есть и ИТ. Там только ИТ-Хе и ИТ-Хе, без... Понял. Хорошо. Только ИТ-Хе и ИТ-Хе, значит. Вот, читаем, значит, комментарий, Евгений, под этими шикшами там есть. Заметим, что первое лицо... Так называемая сильная форма. Ну, Э, она съедает так долго, поэтому... Э, шикше... А где это реально видно, это вот шикша... А, понятно, да? Читаем дальше. Да. Приметяние. У глаголов рассматриваемых до занятия... 16, во втором и третьем лице свойствам числя настоящего времени, а также интерферкум занятия 10 и повелительному наклонению занятия 14 используются окончания, начинающиеся с... Ну... Конечность... Гласные основы... На А... Е, да. Втягиваются... Собственно, о чем мы и знаем. Итак, что... Здесь говорят нам о Санхе, о которой мы уже проговорили. Занятие... Ну, собственно, все. Собственно, все. То есть вам нужно эту таблицу много раз повторить для того, чтобы она усваивалась, а чтобы она начала усваиваться. Ну, мы делаем все задания по категории. И желательно, конечно, не за день до того, как. Потому что в следующий раз на воскресенье уже переносить не будем. Это, так сказать, исключительная мера. Просто потому что... Я надеялся, что Дима сможет, но это не помогло, поэтому без вариантов надо успеть. То есть, грубо говоря, если к среде вы понимаете, что еще палец о палец не ударяли, то хотя бы дайте знать, чтобы не было так, что ой-ай, вот ой-ай не принимается. Будете сопротивляться, вычеркни. Если что, не получается, надо заранее давать знать. Был аврал. Ребята, у меня переезд, ремонт, стройка, и надо шестую книгу сдавать. Это тоже аврал, но это круглосуточный аврал, поэтому ваш аврал не оправдание не делать домашние задания. Если не получается, давайте заранее знать. Сделаем паузу месяц, может быть, сделайте домашнее задание, потом вернемся. То есть, воскресенье. В девятом много, и в девятом мы сразу не начнем, мы погоняем еще санк. Девятая это большая тема, и это мы уходим в большие дебри. И мы эти дебри попридержим. Потому что надо укрепить сандхи. Да, но вот сейчас вы сделаете вот это самое. Если вы реально успеете раньше, я уже раньше дам домашнее задание по сандхи. Но это надо посмотреть, потому что Диме придется догонять сейчас два задания, поэтому он не успеет сделать дополнительные. Поэтому реально дополнительные пойдут в следующий раз. Хорошо? Вот. Значит, опять же, сейчас задание чуть проще, будет время, исправляйте опечатки в учебнике. Дим. Евгений, если хотите, могу вам дать новый учебник в виде файла. Ну, новое издание, спасибо. Новое издание. Но у вас издание старое, как у меня. А есть же, вот как у Димы, новое издание, 15-го года. Там просто кое-что исправлено. Иногда, когда будете мучиться, может быть, уже что-то уже, уже, грубо говоря, ну как, решено до вас с другим уже. Пытаемся скинуть. Ну, тогда, собственно, все. Тогда, собственно, все. Значит, Дим, давай на радость людям алфавит не повтори, пожалуйста. Я вот наизусть не знаю, я вот все раз смотрел видео с другими группами, смотрел, что вы там. Вместе дружно. Я просто, когда вместе, получается, из-за того, что скайп с разной скоростью звук каждого доносит, получается, синхронно не получается. Итак, значит, сначала идут гласные, потом идет анусвар с висаргой, которых мы произносим как ам и ах, а потом идет согласный. То есть, страница 37-ая старого учебника строения алфавита. Есть? Ну, хорошо. Значит, я начинаю, а вы повторяете. Значит, если посмотрю, как в новом учебнике, такое же количество буквок на каждую строчку. Ну да, то же самое. Получается, по строчке я читаю, а вы вместе будете тогда повторять. А, А, И, И, Ого. Нет. Не, 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 пока, не торопись, не торопись. Я, я строчку, вы строчку. Я, я, вы вдвоем начинаете. А, 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 И, У, У, Ага, Понял. А, 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 Ри, Р, Значит, Сейчас, да, Ри, просто, сейчас, я забыл, как разграничить, сложная резинца ри ри лри ри лри лри е ай о ау ам а 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 и тут нет по-хорошему они должны тут были быть как га га а 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 Будем повторять, пока не выучите наизусть. Алфавит наизусть, первичные и личные окончания наизусть, потом будут склонения, хотя бы по нескольким типам наизусть. И тогда, зная эти вещи, вы сможете уже при неблагополучном течении обстоятельств перевести какой-то текст. Если там не будут светятся какие-то перфекты, коих много. Будем сейчас повторять санхи. То есть это мы в пассивной форме усваиваем санхи, когда мы видим их в готовом виде больше. А здесь будем генерировать санхи, будем генерировать разные санхи. И будем касаться чередования. Чередование по очереди не дается только в 13 занятии. Мы же его возьмем на следующее, чтобы иметь возможность сделать домашнее задание усиленное. Занятие 13 чередование. В следующий раз мы придем чередование для того, чтобы вы могли делать доброе усиленное задание усиленное санхи. Пойдем. Пошли. Вопросы. Я просто говорю, что в следующий раз мы будем проходить не восьмое занятие, а для того, чтобы повторить санхи, нам придется немножко вперед забежать. А потом, чтобы забежать обратно, нам нужно будет немножко вперед забежать. Мы в следующий раз не начнем имя существительное. Я отчерчиваю программу. Да, мы сделаем начало 13-го, для того, чтобы иметь возможность сделать дом задания по книге МНО. Будем генерировать санхи и чередование в голове. Вот. Пытаемся сделать то, за что учебник Кочергиной критикует в течение последних 65 лет. Отсутствием упражнений по санхам, м? А, ну да, понял. А их потом уже и нету, да? Ну, по крайней мере, я не знаю, в этом задании занятия... Точнее, они там еще встречаются, но уже... То есть... Те, что пройдены... Материалов много, а... Ну, как бы... Ну, как-то так, да. То есть, ну... Не, ну... А практиковать не на чем? Хотела как... Как более сжато, а получилось, все же надо еще погонять. Вот. Ну, то есть... Палка от конца. То есть, ну, в общем... Погоняй. Все. Тогда спасибо за внимание. До следующей субботы. В... В одиннадцать. Будем надеяться, что Дима нас догонет. Ну да. Вот. Учите наизусть первичные личные окончания. То есть, возьмите вот, например, глагол... ГАТЬ... ГАМ... ГАТЧА... И... Прямо его и заучиваете. Не просто окончания, а, например, и глаголы. ГАМ... Это один из самых частотных глаголов в санскрите, поэтому вполне подходит. Значит, в споряжениях ударение всегда оговорено, всегда одно и то же. Тут достаточно просто. То есть, если в существительных то есть ударение, то оно неизвестно, то здесь в любой парадигме глагольного споряжения ударение всегда известно. в, собственно, в издании пятнадцатого года оно дано, а в старых изданиях почему-то не давалось, ну, якобы, чтобы не испугать студента. Чтобы не испугать. В образцах у меня, кажется, есть ударение вот в образцах. В образцах в самой таблице есть. по-моему. Нет? Вру? Вру. Ну, хорошо, хоть убедительно врал. Нет. Ну, в общем, есть примеры, и того хорошо. из примеров, да, возьмите просто себе из себя из этих примеров. Можете лик гонять, но лик глагол нечастный, а гам часто. Как вам удобнее? То есть, перепишите себе таблицу от руки, пример перепишите от руки себе. Может, вам легче будет запомнить, если вы выпишите отдельно на карточку. У меня я показывал, не показывал, на моем учебнике он был обклеен таблицами. Таблицами на обложку я приклеивал таблицами. Чтобы я их запомнить мне не получалось, очень-очень-очень долго. У меня на задней обложке бывают просто разные таблицы, разных окончаний. И я посмотрел. Чего и вам желаю, если у вас тоже не будет получаться, запомни. После первичных будет вторичный. до следующей субботы. Если что, не успевайте, давайте заранее знать. В пятницу не рассказывайте мне о том, что был Авраам. Я уверен, что он будет, не сомневаюсь ни разу. Но лучше напишите об этом в среду, чтобы было время понять, куда катимся. Потому что вам все равно легче, чем идти. И мне сейчас придется труднее вас. Ну все, тогда до свидания. Спасибо за внимание. Отлично сделано домашнее задание. Я горжусь вам. Продолжение следует...